Умение творить рождается из способности усваивать. В мультстудии «Контакт» ребята развивают в себе таланты режиссера и сценариста. Дети воплощают свои фантазии в мультфильмы. Лучшие анимации участвуют во всероссийских конкурсах. С подробностями наши корреспонденты. У юных славянцев появилась возможность воплощать свои идеи и фантазии в реальность. Не так давно в нашем городе появилась мультстудия «Контакт», где дети сами учатся сочинять сказки и снимать мультфильмы. Ребята разных возрастов от 4 до 13 лет охотно осваивают различные техники анимации. В их руках оживают фигуры на шарнирах и пластилиновые куклы. Тени за ширмой оказываются героями свежесочиненной истории. Алмазь из пещеры. Он очень огненный, и там охраняет его злобный череп. Запретут я паутине, и там те пауки съедят. В небольшой студии кипит настоящий процесс создания мультфильмов. Каждый ребенок выбирает технику анимации, близкую по душе. Изготавливая персонажей, дети наделят их характерами и придумывают истории. Я люблю красивую фею. Она будет у меня очень красивая. Я начала уже делать ее платье. Может, я сделаю мультик про фею и золушку. Они будут в сказке участвовать про курочку-рябу. Они в гнезде маму ждут. А потом мама им принесла червяка, они подрались. Другой цыпленок решил, что это его червяк. А другой решил, что это его. Процесс создания мультфильмов непрост. Ребята сами пишут сценарии или берут за основу любимые произведения. После идет покадровая съемка движения героев. Некоторые анимационные работы уже участвовали во всероссийских конкурсах. А малыши с радостью и гордостью смотрят свои творения. Спой, Светик, не стыдись, что я же листистрица. При красоте такой и петь ты мастерица. Ведь ты б у нас была цептица. Вещу не наспохвал, скружилась голова. От радости в забу дыхание сперла. И на приветливой лисице на слова ворона каркнула. Во все воронье горло. Кар! Сыр выпал. С ним была плутовка такова. Создавать мультфильмы – это настоящее волшебство. Потому что само слово «анимация», «анима» – это душа. Соответственно, аниматор – это творец. Тот человек, который в любого персонажа вселяет душу, оживляет его, придумывает ему какую-то историю. И любой камень, любой предмет, картон, который превращается в человечка, кусок пластилина, превращающийся в какого-то персонажа, начинает жить, начинает иметь свою историю. Атмосфера в студии способствует творческим начинаниям. Для развития фантазии ребята осваивают технику рисования на воде – эбру. Разноцветные капли красок переплетаются в причудливые формы. А малыши пытаются рассмотреть на нем различные образы. Во время отдыха от сидячей работы они разыгрывают театрализованное представление и учатся импровизировать на ходу. Их сказки приобретают новые варианты развития. Оксана Холодная, Александр Косицын, программа «События».